Сегодня в Украине более 1 миллиона человек стали вынужденными переселенцами. И ситуация складывается просто катастрофическая. За январь месяц Министерство социальной политики задержало ежемесячные выплаты людям. И сотни тысяч людей, для которых те копейки, которые выделило им государство, не получили и не получили никакой возможности для того, чтобы обеспечить хоть какие-то возможности жить. Следующая проблема, и она тоже набирает грандиозных масштабов, с 1 февраля те пенсионеры, которые приехали в Украину, которые получают сегодня пенсию здесь, на территории Украины, но если они не оформили справку переселенца, а оформить справку сегодня нереально, потому что очереди в соцзащиту, это тысячи людей стоят в круглосуточном режиме, то эти люди не будут получать пенсию. А таких людей сегодня в Украине порядка 300 тысяч. Мы не имеем права допустить того, чтобы наши пенсионеры перестали получать пенсию на территории нашей страны. Поэтому мы требуем от Министерства социальной политики срочно урегулировать вопрос выплаты пенсии и срочно урегулировать вопрос и выплатить все подлежащие законам суммы переселенцам, которые задолжало сегодня государство. Следующая проблема. 300 миллионов гривен выделено в государственном бюджете на то, чтобы компенсировать людям разрушенное жилье, восстановить объекты инфраструктуры. Но, к сожалению, ни в прошлом году, ни в этом году, ни копейки денег из этого ресурса не выделили ни на компенсацию жилья людям, ни на восстановление объектов социальной инфраструктуры. И мы требуем, чтобы правительство срочно приняло постановление, чтобы людям компенсировали за разрушенное жилье и дали на восстановление инфраструктуры в разрушенных городах, которые сегодня находятся под контролем украинской власти. Парламентская Ассамблея Рада Европы обратила внимание Украины и признала, что в нашей стране сегодня, да, есть гуманитарная катастрофа. Поэтому оппозиционный блок зарегистрировал проект постановления на реализацию решения Парламентской Ассамблеи Рады Европы. И мы просим, чтобы это решение рассматривалось как первоочередное, и чтобы план реализации и восстановления сегодня инфраструктуры, которая осталась разрушенной на территории Украины и помощи переселенцам, был срочно принят в украинском парламенте.